Дистанционный формат еженедельного совещания главы округа с профильными заместителями уже стал привычным. И все же кое-что изменилось. Теперь, кроме обращений в Добродел и соцсети, жители могут задать вопросы напрямую через окружную общественную палату. Их рассмотрят максимально быстро. Это подборка от муниципальной общественной палаты вопросов и проблем, которые на сегодняшний день являются самыми актуальными. Палата стала уже важным органом взаимодействия власти и гражданского общества. Мы видим, что ей доверяют жители и регулярно обращаются в общественную палату с самыми актуальными вопросами. Сегодня в центре внимания ситуация на дорогах и во дворах. Плохое качество уборки вызвало волну негативных обращений. Снежные завалы в отдельных дворах, а после потепления огромные лужи вызвали недовольство горожан. Пять суток у нас идет на отработку, уборки кучи снега, навалов снега. Но мы иногда, тоже хотелось бы сообщить, делаем перенос по этим срокам, чтобы это не казалось нашей незаинтересованностью, а просто мы в преддверии снегопада, который планируется у нас и надвигается, уже выстраиваем работу службы таким образом, чтобы мы смогли охватить максимально большое количество отработки территорий сложных, которые у нас есть. Много опасений и вопросов у жителя связано с вакцинацией. В ходе кампании в округе привито от коронавируса уже более трех тысяч человек. Работает пять пунктов вакцинации. Работников крупных предприятий прививают централизованно. Дополнительный пункт планируется открыть в торговом центре в Вегас уже в ближайшее время, сообщил глава. Нет и недостатка вакцины. Удобный пункт в торговом комплексе Вегас, Кунсо, я думаю, что будет пользоваться большой популярностью. Там должно быть достаточное количество вакцины и медицинских работников, чтобы не создавать там очередь. Важный вопрос, акцент на этом тоже ставил губернатор, когда заслушал доклад министра здравоохранения об открытии пунктов вакцинации в торговых центрах. Важный вопрос, чтобы там не было очередей. А их не будет, если будет достаточное количество медсестер, ну и, соответственно, не будет никакого западания с наличием вакцины. Все обращения граждан рассматриваются в кратчайшие сроки, подчеркнул глава и поставил задачу активнее работать с населением. Жалоб на портал Добродел и в соцсети ежедневно поступает немало, но число повторных обращений удалось снизить. Полина Бахова, телекомпания Одинцова. Полина Бахова, телекомпания Одинцова